итак пять ошибок новичков при создании сайта допустим мы с вами уже создали сайт сайт на jumla какие самые распространенные ошибки совершают все новички я перечислю 5 самых распространенных ошибок и самых важных ошибок новичков посмотрев это видео вы будете понимать и знать что категорически делать нельзя меня зовут федор васильев и так поехали итак первые четыре ошибки шрифты дизайн чпу скорость и так шрифты пляшут шрифты давайте посмотрим подробно на сайте что значит пляшут шрифты это значит что на сайте используются абсолютно несуразно разные шрифты для разных элементов сайта давайте посмотрим на примере конструктора сайта spp builder новички особенно не обращают внимание на такие моменты то есть тексты заголовки желательно делать одним шрифтом который вы заранее выберете который вам понравится и подойдет для тематики сайта и подойдет для вашего сайта да то есть это удобно редактировать в конструкторах обычно как я уже сказал мы взяли в пример spp builder мы видим заголовок где мы можем настроить шрифт например и если вы хотите использовать несколько шрифтов то используйте на одном сайте не больше двух шрифтов опять же между собой эти шрифты должны по крайней мере симпатично смотреться то есть например заголовок и все заголовки на сайте у нас шрифтом ariel а тексты например вердана если вы будете использовать много разных шрифтов то есть на одной странице заголовок одним шрифтом текст другим и там 5-7 шрифтов и не обращать на это внимание это очень плохо с точки зрения дизайна и с точки зрения загрузки сайта сайт может тяжело грузиться если у вас напичканы разными шрифтами особое внимание уделяете шрифтам если есть возможность где бы вы не делали сайт выбрать шрифт который подгружается например со стороннего сервиса например google font то есть шрифты от google в spp builder тоже такие есть я настоятельно рекомендую не использовать шрифты которые подгружаются откуда-то либо так как это может также повлиять негативно на скорость загрузку сайта то есть сайт будет грузиться медленнее это очень плохо если вам не нравятся встроенные шрифты там ariel tahoma вердана то загрузите шрифт если ваш конструктор позволяет загрузить шрифт непосредственно сам движок сайта и используйте его а вот такие будут советы на использование различных шрифтов на сайте палитра мелкие буквы отступы дизайн вообще тема очень большая дизайну нужно учиться к дизайну должен предосполагать талант но базовые понятия мы должны с вами знать пример я взял вот такой вот сайт не смотрим на то что сайт скорее всего сделано очень давно он старый на базе этого сайта мы можем легко посмотреть грубейшие ошибки которые вы не должны допускать отступы тексты не должны примыкать близко к чему-либо как например здесь телефон на темной подложке темный текст грубейшее нарушение да если фон темный то текст светлый соотношение цветов много на этом сайте различных ядовитых цветов зайдик ядовитый зеленый какой-то синий непонятно вообще что за сайт от таких сайтов люди бегут вы должны это знать то есть дизайн должен привлекать на дизайне текст должен легко читаться слишком мелкий шрифт нечитабельный все это допускают сайтостроение новички для подбора цветовой палитре для нашего будущего сайта я бы посоветовал вам сайт color.adobe.com это тот производитель который сделал photoshop здесь вы можете посмотреть популярные часто используемые палитры и взять для своего сайта готовую палитру с не вырвиглазными цветами а с каким-нибудь мягкими оттенками которые будут привлекать взгляд то есть берете отсюда палитру и три-четыре цвета используем на сайте не более того это была краткая рекомендация по дизайне чпу человекопонятные урлы что такое человекопонятные урлы это наши ссылки например на внутренние страницы и какая есть грубейшая ошибка нарушение всех новичков ровно так же как ошибся я в 2009 году когда сделал свой первый сайт если мы зайдем внутрь статьи и посмотрим на ссылку где у нас стоит не настроенный чпу то мы с вами увидим кракозябли и разного рода переменные которые никак не нужно нам отображать ссылки ссылка некрасивая и также это не очень хорошо с точки зрения поисковых систем если мы делаем сайт на джумла то исправить чпу в движке достаточно просто но что могут новички сделать усугубив свое положение еще хуже вы создали сайт не настроили чпу отправили сайт в поисковые системы яндексу google то есть вы начали вести сайт вести создавать статьи уже там полгода ведете сайт у вас уже много статей ваш сайт стал индексироваться поисковой системой яндекс перейдем яндекс наберем ключевой запрос например школа федора васильева и какая вторая ошибка в этом случае может быть еще хуже разобравшись ситуации ровно так же как ошибся я в свое время узнав что эти кривые урлы нужно делать исправлять делать более красивыми я это изменил и что произойдет с вашими поисковыми запросами которые уже находятся в яндексе выдачи то есть например по этим запросам к вам переходят посетители через поисковые системы и что они увидят перейдя по старому уже запросу на новые урлы кликнув по адресу они увидят ошибку 404 то есть это вторая грубейшая ошибка связанная с чпу человек увидев такую ошибку через 404 он понятия не имеет что это он подумает что сайт не работает недоступный и уйдет сайта и вы потеряете вашего посетителя возможно клиента исправив чпу ссылка красиво будет выглядеть на ту же статью вот такого плана вы видите она гораздо короче нет никаких левовых знаков идет разделение сайт потом показано что мы находимся в блоге находимся в категории и название статьи ничего лишнего в ссылке нет совет если вы делаете сайт с нуля сейчас вы вооружены и знаете что перед тем как сайт отправить в поисковые системы яндекс и google сначала настройте чпу если вы давно уже существуете в интернете и у вас не настроен чпу я бы на вашем месте ничего не менял потому что вы все равно получаете трафик даже по таким некрасивым чпу скорость тяжелые сайты вы новичок вы создали сайт все настроили ведете статьи потихоньку получаете трафик и думайте что все хорошо ничего делать больше не нужно но где бы вы не делали сайт если вы не проверили насколько хорошо быстро он грузится то скорее всего ваш сайт будет очень тяжелый долго открываться в браузере к чему это может привести у кого слабый интернет ваши те же потенциальные клиенты могут не дождаться скорости загрузки сайта и уйти также скорой загрузки сайта хорошо отмечать поисковые системы и могут даже за это вас понизить выдачи яндекса среди ваших конкурентов это напрямую может ударить по вашему бизнесу поэтому очень важно следить за тем чтобы сайт быстро грузился точнее настроить эту быструю загрузку как за этим можно следить есть разные инструменты например от google page speed inside здесь можно проверить любой сайт как он отображается и как он загружается на мобильных устройствах и на компьютер видим что красным помечается 24 из 100 пример сайта алиэкспресс очень плохой результат то есть сайт должен попасть в зеленую зону показывать хотя бы ну это уже считается хорошо 80 процентов и показываться может по-разному например на мобильных устройствах сайт выглядит хорошо 96 из 100 а на компьютерах не очень хорошо и остается самый главный вопрос что же сделать с нашим сайтом чтобы он быстро грузился самое первое что грузит сайт это изображение новичок зачастую не знает загружает свой блог статьи скачаны с интернета абсолютно не обработав их заранее вы должны обрабатывать ваше изображение уменьшать их для этого тоже существуют дополнительные сервисы например тени png бесплатный сервис куда вы просто перетаскивайте свои изображения и сервис вам выдает копию вашего изображения сжав его в 3 в 4 раза без потери качества скачав изображение копию вашего изображения с этого сайта вы можете помещать на свой сайт только вы за счет этого если вы все изображения подготовите заранее на вашем сайте сайт уже будет быстро грузится но этого мало что нужно сделать еще если мы с вами используем движок joomla нужно не забыть включить кеширование на сайте у новичков это может быть не включена то есть система кэш обязательно нужно включить кешировать далее нужно включить газет сжатие страниц положение да если ваш шаблон поддерживает сжатие также перейти в шаблон и не забыть нажать сжимать ксс файлы сжимать я вас крипт файлы и даже все это не приведет к нужному результату чтобы попал наш сайт в зеленую зону google speed inside что же сделать чтобы сайт быстро грузился есть удивительный инструмент самый лучший для joomla который я покажу как нужно тонко настроить так чтобы сайт быстро грузился и выглядел хорошо с точки зрения google speed inside об этом подробнее в моем новом видеокурсе бесплатный хостинг и домен ошибка номер пять возьмите за правило если вы где-то на хостинге увидели регистрация бесплатного домена или еще какой-то регистратор никогда не используйте бесплатные домены и бесплатные хостинги для вашего сайта если вы серьезно относитесь к моему сайту и к своему бизнесу бесплатный домен во первых вы не найдете красивый например мой сайт точка ру на бесплатных доменах часто размещаются всякие варезные сайты сайты с пиратским контентом сайты вирусы и бесплатные домены о них хорошо известно поисковым системам яндекс и google и только за счет корявого бесплатного домена вы никогда не сможете продвинуться естественным путем через яндекс запомните это раз и навсегда за домен нужно платить есть всякие уловки от хостинга мыл зарегистрируй хостинг на год и получи домен в подарок да это так вы получите бесплатно домен в подарок нормальный домен который вы выберете но это только первый год за домен нужно платить каждый год второй год 3 4 и так далее вам все равно придется платить за домен чем чреват бесплатный хостинг плохой работой часто падают сервера простыми словами ваш сайт часто будет недоступен вашим потенциальным клиентам или пользователям вашего сайта и вам вы будете заходить по вашему адресу по вашему домену на ваш сайт а он будет либо плохо грузится либо часто недоступен это только малые причины бесплатного хостинга я вам более скажу платный хостинг еще нужно поискать хороший чтобы у нас сайт нормально работал а бесплатных уже мы даже не говорим вот такие вот были 5 рекомендаций 5 ошибок новичков будьте внимательны и оставайтесь на связи все ссылки в описании ребят вот здесь а вот здесь вот лайк подписка до новых видео друзья